всем привет друзья сегодня у меня очередная новинка на обзоре это настоящий киногерой из фильма с участием стива макуина детектив bullet и начну я не с моделей немножко попозже а начну я обозревать с вот этой коробочки прекрасно абсолютно чудесная коробка редко мне такие попадаются здесь мы видим фрагмент из фильма самого стива макуина вот так у нас выглядит коробочка точнее это ее обложка сама коробка находится внутри достанем посмотрим так она у нас выглядит внутри у нас нету подиума присутствует только пластиковый такой форма держатель который вставляется модель и очень надежно там сохраняется защищается вот и никуда не двигается вот давайте рассмотрим эту коробку красивая яркая здесь идет на задней стороне идет описание чем интересен фильм тем что в нем есть очень такая известная погоня который участвовал этот ford mustang и еще одна интересная машина это dodge charger сама погоня где-то около 10 минут длится по холмам сан-франциско прыжки повороты все это очень интересно давайте посмотрим что у нас тут значит здесь у нас компания green light 2019 год официальный продукт форма форда простите warner brothers значок есть в общем все это настоящая коллекционная модель с подтверждением ну плюс к этому сама моделька идет в хроме что довольно редкое явление потому что раньше я встречал только модели которые идут в оригинальном цвете для этого фильма а эта моделька вот выполнена в таком прекрасном зеленом цвете как видно блестит переливается и иногда даже становится хамелеоном с разного с какого угла не посмотри она иногда черная иногда какая-то темная получается и если свет падает и она зеленого цвета такого интересного зеленого цвета в данной модели все в норме все хорошо за исключением одного маленького нюанса ну совершенно такого непонятного мне у нее здесь то колесо но как-то очень туго вращается и я предполагаю что она подклеена но я пытался его вращать она все-таки вращается но очень-очень туго я боюсь сломать поэтому не лезу но для меня это не принципиально важно чтобы она вращалась поэтому моделька все равно стоит на полочке я не играюсь для меня куда-то возить не нужно стоит и стоит зато остальные 3 вращаются ездят все хорошо давайте рассмотрим эту модель все-таки это 17 масштаб компания greenlight и ford 68 mustang 68 года дети кузове fastback я очень сильно обожаю эту модель mustang именно вот 68 года за эти вот фонари вертикальные такие три полоски с одной стороны и с другой они на мой взгляд лучшие у mustang именно в этом году производства потому что были другие вот 68 плюс вот эта форма кузова на мой взгляд самая-самая интересная самая красивая и я считаю что по моему за всю историю производства этой модели они еще ни разу не сделали что-либо красивее да может быть современные какие-то отшел тоже красивые но вот этот ретро именно аутентичный на мой взгляд самый-самый интересный что давайте заглянем посмотрим у нас полный функционал здесь все здорово открывается отличная детализация вот смотрите какая под капот очка разные цвета имитация проводов даже есть наклейки с надписями high performance 390 ocean fan все очень легко читается все очень четко видно все очень понятно очень радует вот эта решеточка которая перфорированная через которую мы можем видеть дальше крепление радиатора вот отлично здорово смотрится еще по передку что хочу сказать данный номерной знак соответствует полностью тому что был фильме главного героя тоже интересный момент заглянем салон посмотрим что у нас тут вот здесь интересный руль спортивный такой очень неплохая детализация приборной панели с со всеми индикаторами принципе все довольно хорошо видно но на камеру не знаю не получается передать вот нету флока но есть какая-то имитация коврика здесь внизу он серебристого мне кажется цветом сиденье у нас вот такое черное простое мы из пластика но прорезиненного такого пластика приятного на ощупь очень то есть не простое немножко может имеет какой-то угол наклона но опять же не хочется его сильно давить на него чтобы не сломать какие-то ремни у нас тут по центру не знаю что это такое но вот они там есть давайте посмотрим с пассажирской стороны здесь здесь какая-то разница на дверных картах я пока не улавливаю здесь у нас сплошная черная а с этой стороны она с какой-то вот как коричневой уставкой имитации дерево но непонятно не думаю что она отвалилась просто ее здесь нету и не был скорее всего что они разные эти дверные карты вот мы видим деревянную имитацию на приборной панели у нас по центру механическая коробка загнутый рычаг кпп сзади тоже у нас кузов 2 плюс 2 есть какие-то задние сиденья весьма такие сомнительные конечно опять же не особо интересны что еще у нас тут обнаружил даже не сразу открывается багажник вот такое необычный маленький здесь есть запасное колесо вот и такой вот материал обивки снизу али бабушкина скатерть 70 он как-то держится я пыталась попытался его оставить в таком положении он как бы оставался но не скажу что это просто таки капот держится лучше давайте заглянем у нас по дну посмотрим что очень тоже нормально все детальненько проработано бензобак у нас выхлопная система раздвоенная рабочее рулевое управление смотрим с этой стороны что интересного у нас 2008 год написан компания green light сделано в китае есть мелко еще снизу серийный номер этой модели у нас 436 сделано по лицензии видите здесь есть еще одна маленькая надпись bullet trademark warner brothers entertainment то есть конкретно киногерой единственное что у нас отличие от модели из фильма то что здесь у нас хромированный вариант данной модели не скажу что это плохо наоборот хорошо лучше чем на мой взгляд чем тот цвет который в кино такой он какой-то больше напоминает гоночный британский ну а этот конечно ярче смотрится ну и на полочке где-то будет отлично дополнять хорошую коллекцию американской классики тех лет или просто среди ваших моделей 18 масштаба здорово будет смотреться цены на данную модель я скажу довольно немаленькие вот в среднем где-то около 90 100 евро за такую модель именно в хроме вот на модели которые выпускались в обычной цветовой раскраски то есть этим на зеленом цвете но там чуть-чуть они дешевле опять же говорю это компания green light детализация неплохая поэтому сравнивать там с моиста с другими аналогичными брендами ну просто я считаю неправильно будет вот с этой моделью все немножко по-другому она нелегкая тяжеленько чувствуется металл поэтому если мне конечно вот это деталь то есть я имею ввиду заднее колесо которое не вращается то в целом эта модель в идеале все хорошо думаю что какое-то время побудет у меня потом мы с нею распрощаемся потому как нас ждут новые модели обязательно скором будущем появись появится у меня на обзоре а это это пока отправляется в коробочку и на полочку вам спасибо друзья что смотрели надеюсь вам был полезен этот обзор желаю всем удачи не болейте и пока